Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали. Сегодня новость более чем неожиданная. Главной новинкой обновления 0.9.5 станет Гамбургская верфь, на которой игроки смогут наблюдать за постройкой сразу двух немецких кораблей. Это Адмирал Граф Шпея, крейсер 6 уровня и линкор Один. Я-то думал, что главным в этом патче будет выход советских тяжелых крейсеров из раннего доступа, а их как-то задвинули на второй план. Ну, лучше бы делали такие фишки разными патчами, ну, разработчикам виднее. Главное, чтобы не получилось, как с Пуэрто-Рико, да, море негатива и т.д. и т.п. Ну, я думаю, все еще помнят, это было не так давно. Без доната, да, хрен получишь называется. А директивы настолько сложные, что чтобы их выполнить, надо было сидеть по 25 часов в сутки за компом, и то не факт, что успеешь. Ну, задача-то как раз попроще. Попозже приведу примеры некоторых из них. Итак, Верх. На этот раз главной наградой, как уже было сказано ранее, будет немецкий премиум линкор Один 8 уровня, и попутно можно будет получить крейсер Адмирал Граф Шпея. Нам обещают, что правила строительства кораблей на Верхе стали проще. Строительство будет состоять из 20 уровней, которые можно мгновенно получать, да, также еще выполняя директивы события или приобретая задуплоны. Графа можно будет получить, достигнув 10 уровня Верхи, да, это такой как утешительный, утешительный приз получается. Всего за выполнение директивов можно получить 18 из 20 уровней строительства на Верхе. 19 и 20 уровень доступны только для приобретения задублоны. Стоимость одного уровня Верхи составит 1750 дублонов, да, вот она где собака-то зарыта. Даже выполнив всех директивы, да, чтобы получить Одину, придется все-таки выложить еще 3500 игрового золота. Ну, в целом все выглядит интересно, да, рассчитано отчасти на донат, ну, куда без этого, не было бы доната, не было бы игры. А то тоже надо понимать, да, иногда, как дети малые, а, донат, жадюги и т.д. начинают кричать. Ну, проходя этапы, будут также даваться всевозможные награды. Вот что удручает, так это то, что сюда запихнули графа, сделали бы что-то новенькое, какой-то, да, какой-то другой корабль. Граф в игре присутствует уже с незапамятных времен. Ну, вот теперь приведу примеры некоторых задач, чтобы вы понимали, что нас ждет в этом, ну, как это назвать, да, очередной задрот-марафон. Ну, например, да, задача, так, ограничение тип боя, ну, как обычно, случайный ранговый кооперативный, корабли с 5 по 10 уровень. Условия. За любое количество боев получите 12 лент обнаружил, да, задача не очень сложная, но тоже может потребовать, да, определенного количества боев. Мне кажется, даже проще было бы выполнять, к примеру, да, на авианосце. Можно даже при определенной доле везения за один бой выполнить. Так, и еще, например, одна задача, так же делается в тех же типах боя, случайный ранговый кооперативный, с 5 по 10. За любое количество боев заработайте 2,5 миллиона кредитов. Тоже задача, в принципе, не сложная, особенно у кого, если есть камуфляжи, флажки на плюс, кредитом, премиум корабль, то задача делается, в принципе, очень-очень быстро. Но это задачи из первой директивы, да, не особо сложные, все будет упираться где-то во время, что-то, да, на усердие, так сказать. Всего, чтобы пройти первую директиву, надо выполнить 7 задач из 12. В последующих директивы задачи, естественно, будут усложняться, всего нас ждет 6 директив. Чтобы было понятно, стоит ли вообще затеваться, озвучу условия самых сложных задач, к примеру, из заключительной директивы, из 6, здесь уже, да, так же. Здесь уже задачи, да, некоторые можно выполнять так же в операциях, уже корабли с 7 по 10 уровень, да, начальная первая директива с 5, здесь уже только с 7. За любое количество боев заработайте 140 тысяч опыта. Вот только не указано, считается весь опыт или только чистый. Если чистыми, то это жесть тоже получается, задача очень даже сложная. Сколько в среднем, ну, обычный игрок за бой чистого опыта зарабатывает? Ну, даже если, да, посчитать тысячу. Ну, хорошие игроки, да, кто там, может, 1200-1500, все равно получается очень большое количество боев, так что, надеюсь, здесь будет считаться, так сказать, и грязный опыт, тогда задача уже не выглядит. Такой страшный, опять же, с камуфляжами и с флажками за бой, да, на тех же акционных кораблях, десятках, девятках или на премах. Ну, да, 15-20 тысяч за хороший бой заработать не проблема. Ну, и еще одну задачу хочу, как пример, показать. Так, залетну условия, в принципе, та же случайная ранговая гиперативность, седьмого уровня корабли, получите, 55 лент уничтожил, да. Ну, эту задачу, например, проще, наверное, будет выполнить в кооперативных боях, хотя я сам в них особо не участвую. Последний раз в кооператив заходил, когда был день рождения кораблей, дабы с десяток снять, снять, что там, суперконтейнер давали, да, за первую победу. Во время акции. Ну, за эти задачи, вот за самые две сложные, которые я сейчас озвучил, сразу дается один уровень верфи. Остальные задачи вроде и попроще, но это по сравнению с этими, а так-то они тоже не особо, не особо простые. Вот что еще удручает, так это награды за эти проходные задачи. Ну, что такое 10 тысяч серы в игре, где десятка стоит 20 миллионов. Смех, да и только. Да что там десятка? Модули стоят миллионы, да, по 2, по 3 миллиона модули. Ну, это там, да, сколько там у нас, 6, я уже не помню сколько слотов, да, вот самые такие, которые на 9, начиная с 8, 9, 10 уровня модули в крайние слоты, очень дорогие, да, или пару каких-нибудь флажков награды дают за эти задачи. Ну, а что, прикольно, сидел 3 часа, делал задачу, молодец, заслужил, надержи флажок. Очень смешно. Всем спасибо за внимание, не забываем, подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Истребитель взлет произвел. Корпеды слева по борту. Пожарная тревога. Истребитель, возвращаюсь на корабль. Истребитель, возвращаюсь на корабль. Торпеды прямо по курсу. Вы последняя надежда команды. Отстановка дымов завершена. Истребитель, возвращаемся на корабль. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Истребитель взлет произвел